всем привет с вами снова орхидея и моя любовь и сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом выращивания лепдотуса уникалора растение родом из бразилии не требовательно каким-то температурным режимом то есть может расти как при прохладной температуре так и при жаркой температуре в бразилии она обычно цветет у них написано что май июнь но это осень то есть в течение лета да вот у меня сейчас у нас сейчас июнь и собственно у нас зима то есть это прохладная температура в среднем могу сказать что это где-то 15 градусов до плюс минус зависит от ночной и дневной температуры то есть перепады дневной и ночной температуры все таки есть потому что растение у меня растет на балконе и вот оно за лето отрастила бульбы из каждой бульбы выходит один цветонос вот выходит цветонос покажу поближе и растение имеет такой нежно-розово белесый цвет она пахнет у него приятный аромат по крайней мере мне нравится кому-то может не понравится у всех свои вкусы я сажаю это растение на блок потому что я его только обрыскиваю как я обрыскиваю когда была жара и она очень сильно просыхала я опрыскивала старалась по крайней мере опрыскивать утром и после обеда чтобы она сильно не засыхала потому что у него наливаются бульбы и когда иногда бывает что меня нет или забываю обрыскать или очень сильная жара занята в течение дня то есть я вижу что бульбы так они немного смачиваются то есть не любит сильно сильно пересушки по моему опыту могу сказать корни отращивать хорошо корни идут из новых бульб здесь не видно на этом растении потому что они там глубоко хочу вам сказать что растение беспроблемное то есть у меня цветет регулярно за лето выращивает новые бульбы растение я удобряю примерно один-два раза в неделю когда я удобряю два раза в неделю я делаю очень очень сильно развожу удобрение чтобы не перегрузить во время роста то есть оно растет и потом оно автоматически цветет то есть не надо никаких танцев с бубнами что-то специально делать период покоя еще что-то то есть выросла бульба вылез цветонос растение зацвело в этом никаких проблем нет свет у меня сюда попадает на балкон хороший свет поэтому некоторые гульбы даже немного красноватые вот если увидите но я вставлю фотографию растения сможете увидеть поближе то есть прямые солнечные лучи конечно не попадают потому что я стараюсь избежать ожогов растения как уже сказала буду любит свет любит танцы с бунами не нужны единственная проблема которая может возникнуть и это у меня возникало это у меня не первый липтотес я сажала и старалась побольше поливать это было какое-то время назад и да я вам хочу честно сказать что растение у меня сгнило то есть по моему опыту могу сказать что растение для меня по крайней мере лучше всего посадить на блок во избежание именно залива и загнивания почему потому что в россии у нас часто бывает что падает температура и ставим где-то возле подоконника может быть какой-то сквознячок кто-то держит на балконе как-то утепляет но все равно холод туда попадает и вот в это самое время надо именно избежать когда переохлаждение перелива то есть если вы держите на балконе или в каком-то помещении где у вас прохладно старайтесь не заливать растения особенно если вы держите в горшке и в каком-то субстрате таком который очень хорошо держит влагу потому что растение может загнить а так в основном никаких проблем нет то есть если вы посадите в горшок старайтесь все таки не залить если вы посадите на блок она у вас будет хорошо просыхать но опять же хочу сказать что вы даже в зимний период когда я просто я просто опрыскиваю субстрата здесь у меня немного мха иногда даже на следующий день я вижу что растение не просохло то есть она все еще немного мокро и вот тогда я стараюсь его на следующий день не опрыскивать во избежание загнивания что еще хочется сказать об этом растении растение очень интересное мне нравятся его цветочки по сравнению с бульбами у него довольно крупные цветочки бульбы небольшие все-таки у липтотеса бекалора бульбы они побольше когда у меня зацветет надеюсь в скором времени расскажу еще подробнее о нем всем советую это растение беспроблемное хорошо цветущие хорошо пахнущие так что можно сказать что вот единственная проблема может быть да с заливом и загниванием а так советую всем приобрести и наслаждаться этим растением если у кого-то есть дополнительные вопросы спрашивайте в комментариях или спрашивайте в нашей группе в контакте опхидеи моя любовь всем хорошего дня всем пока до следующего видео подписывайтесь на наш канал